Курортная зона на озере Моралды полностью демонтирована. Об этом рассказала Акимобласти, Аблкаирскаков. Очистили территорию до первоначального вида после решения суда. Сейчас чиновники занимаются поиском инвесторов, но шансы успеть к летнему сезону минимальные. Зато в Байнаульском районе ожидают более 250 тысяч туристов. Подробности в нашем бизнес-блоке. В Байнаульском районе рассказала Акимобласти активно готовятся к летнему сезону. Ожидают больше туристов из-за снижения количества международных рейсов на фоне пандемии коронавируса. Сейчас главная задача создать условия для гостей. По задумке в шаговой доступности должны быть туалеты, душевые, торговые точки, банкоматы, кабинки для переодевания. Ну и параллельно заняты разработкой мастер-плана по зимнему туризму. Есть там определенные вопросы и проблемы. Мы хотели бы все-таки посмотреть, насколько наша инфраструктура там готова. Ключевой вопрос безопасности. Мы проведем технологический аудит на соответствие всей инфраструктуры, на создание. Поскольку там должна быть вода, тепло, все условия, разводка, сервис настроен. Пока сейчас сложно об этом говорить. Между тем готовятся заасфальтировать около 30 километров дорог, проведут 13 километров электросетей, 52 километра водопровода. Доход от туризма ожидают порядка миллиарда 300 миллионов тенге. А вот с отдыхом у озера в Моралды ситуация с точностью противоположная. По решению суда инвестор ушел с территории, при этом забрал все, что ранее построил. Наша социально-предпринимательская корпорация проводит поиски инвесторов для того, чтобы, к сожалению, очень мало времени для создания условий. Но картина не впечатляет, поскольку практически вся инфраструктура, которая была там создана, ее на сегодняшний день нет. Некогда облагороженная территория сегодня превратилась в пустырь, по факту вернув озеро в первозданный вид. Открыть сезон нужно в ближайший месяц, однако шансов мало. Надеются хотя бы по минимуму благоустроить. Артем Клевн, Александр Колесников, телекомпания «Ирбис». Ежегодная акция «Требуй чек, выиграй приз» вновь стартовала в Казахстане. Она проводится уже несколько лет. Однако есть изменения. Если раньше победителям ежемесячно вручали ценные призы, а в прошлом году смартфоны, то на этот раз деньги будут зачислять на баланс мобильного телефона ежедневно. Сумма не имеет значения. Каждый участник через мобильное приложение в Айпон должен загрузить данные чека. После нажимают кнопку «Отправить» и получается там выходит рулетка, где он может выиграть до 5000 тенге. И выигрыш ему попадет на баланс телефона. Акция продлится до конца года, как и другая, одновременно стартовавшая. И в случае невыдачи чека жители региона могут направить жалобу через то же самое мобильное приложение. Если факт подтвердится, баланс телефона пополнится на 1000 тенге. Если вам не выдали чек, то вы имеете полное право на свой мобильный телефон снимать видео данного магазина, предпринимателя, что вот в таком-то месте, такого-то числа, в такое-то время не выдали контрольно-кассовый чек, фискальный чек. И направить через вайпон, через приложение. Там вот именно грузится видео. В прошлом году в Павлодарской области подали 272 жалобы на невыдачу чека. 258 фактов не нашли подтверждения. По 14 составлены административные материалы. Штраф для малого бизнеса 15 МРП, среднего 30 и крупного 50 расчетных показателей.